Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на Первом городском. Меня зовут Иван Дычак. Это проект Теледоктором. Сегодня у нас в гостях заведующая пульмонологическим отделением 2-й горбольницы Наталья Анатольевна Белева. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Начинаем беседу с того, что вообще раньше диагноз астма люди скрывали, не хотели признавать, что у них астма. Почему? Ну, потому что вплоть до 90-х годов прошлого века у нас не было достаточно эффективных и, самое главное, безопасных препаратов для лечения этого недуга. Больные очень страдали от этого заболевания, и поэтому основное население, видя, как эти люди страдают, не хотели признавать или говорили, не дай бог, у меня будет такое заболевание. Но уже начиная с конца 90-х годов, и особенно с начала 2000-х, у нас уже появился достаточно большой арсенал препаратов, которые очень эффективно и, самое главное, безопасно лечат бронхиальную астму. И в настоящее время больные, страдающие бронхиальной астмой, которые адекватно лечатся, могут принимать участие в Олимпийских играх и занимать призовые места. Поэтому в настоящее время это заболевание перестало быть уже настолько грозным, и я вообще считаю, как пульмонолог, что это одно из самых заболеваний, которое легко лечится, легко поддается лечению, и человек, имея это заболевание, может абсолютно не страдать от симптомов этого заболевания. Друзья, напоминаю, что наш проект интерактивный, у нас есть телефон, по которому вы можете позвонить к нам в студию, в прямой эфир и задать вопросы нашему специалисту. Итак, 067-827-0050. 067-827-0050. Звоните прямо сейчас. Я предлагаю посмотреть сюжет, который мы снимали в тысячке, работе вашего отделения, а потом вернемся к разговору. Пожалуйста. Этим заболеванием страдает каждый сотый украинец, причем основная часть – молодые люди трудоспособного возраста. Бронхиальная астма также часто встречается и у маленьких детей. В современных условиях развития медицины эта болезнь не приговор, но лечить ее нужно своевременно, иначе есть шанс заработать инвалидность. Астма – это поражение бронхов, это бронхоспазм, бронхоабструкция, которая хорошо, легко лечится бронхолитиками. Дал ингалятор, бронхи расширились, функция дыхания у человека до 100 лет, он может страдать бронхиальной астмой, и адекватно лечась, функция дыхания у него будет нормальная. Надежда Борисовна страдает от бронхиальной астмы с детства. В больницу попадает регулярно, так как течение астмы усугубляет еще и целый букет заболеваний. У нее сезонная бронхиальная астма, правильно, да? Да. Когда цветет амброзия, начинается конъюнктивит, ренит, и появляются приступы удушья. Еще у больной много сопутствующей патологии, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, поэтому как бы сочетание всех заболеваний, да, приводит к тяжелому течению и бронхиальной астмы в том числе, поэтому больная нуждается в стационарном лечении. Создаю абструктивный бронхит, я на группе с ним, это, видимо, все вызывает. И лет 10 на амброзию, аллергия на амброзию лет 10. Каждый год приходится в больницу обращаться именно в стационаре, пролечиваться? Каждый год практически по два, по три раза в год. С детства меня ставили коклю, сносили через, с детства легкие у детей тоже такая проблема с легкой, ну, может, не такая, как у меня с этим лечением. После интенсивного лечения в пульмонологическом отделении «Тысячки» Надежда Борисовна чувствует себя гораздо лучше. Уходом и отношением сотрудников довольна. Очень хорошо, сразу улучшение, сразу хорошо пошло, лечение поддалось. А врачи, я вообще в восторге, редко встречаюсь с таких добродушных, хороших врачей. Очень хорошие, вижу, что хотят помочь. В Кривом Роге есть дополнительный фактор риска для астматиков, наш загрязненный воздух. Особенно опасна металлическая пыль, которой нас щедро снабжают промышленные предприятия города. Наша Криворожская пыль, она агрессивная чем? У нас металлическая пыль. И те, кто живут в Дзержинском районе, они видят, что у них на подоконниках металлическая пыль. Черная, жирная. И вот эти кристаллики металла, они травмируют слизистую бронхов и открывают ворота для проникновения аллергена. Поэтому человек, страдающий аллергией, где-то в другом районе, там же, где цветет амброзия, чувствует себя лучше, чем в Кривом Роге. Сейчас в Украине действует программа «Доступ не лика». Благодаря ей больные бронхиальной астмой могут взять у своего участкового врача рецепт и получить в аптеке совершенно бесплатно два препарата. Один из которых скоропомощной для снятия приступа бронхиальной астмы, а другой для дальнейшего лечения. Основная проблема астматиков, говорят врачи, то, что люди, почувствовав облегчение, прекращают прием медпрепаратов. А это ведет к возникновению новых приступов бронхиальной астмы. Поэтому лучше не пренебрегать советами медиков и поддерживать организм. Тем более сейчас появилось множество препаратов на растительной основе. А два для лечения можно получить в аптеке по рецепту врача совершенно бесплатно. Наталья Болдинская, Роберт Сиваков, Первый городской. Продолжаем эфир и продолжаем говорить о такой болезни, как астма с заведующим пульмологическим отделением 2-й горбольницы Натальей Анатольевной Белевой. Так вот, давайте поговорим о том, что же такое астма и вообще какой механизм возникновения этого заболевания? Астма представляет из себя повышенная чувствительность слизистой бронхов в ответ на какой-то раздражитель. Этот раздражитель может быть аллергический. Это шерсть животных, цветение пыльца, растений и трав, пищевые добавки, также и не аллергические. Это промышленная пыль, выхлопные газы, вирусные бактериальные заболевания тоже приводят к развитию бронхиальной астмы. И вот эта повышенная чувствительность слизистой бронхов при попадании какого-то раздражающего эффекта проявляется бронхоспазмом. Вот в этом и суть бронхиальной астмы. Повышенная чувствительность слизистой, эффект воздействия какого-то раздражающего фактора бронхоспазм. Диагноз насколько легко ставится и от чего зависит? Диагноз бронхиальная астма поставить тоже, я считаю, очень просто, потому что диагноз ставится только на основании симптомов. Для того, чтобы поставить диагноз бронхиальная астма, не надо никакой очень сложной аппаратуры и диагностики, каких-то исследований. Все исследования, которые мы проводим, подозревая бронхиальную астму, для исключения другой патологии органов дыхания. А сам диагноз бронхиальная астма выставляется исключительно на симптомах. Затрудненное дыхание, чувство давления за грудиной, сухой приступообразный кашель. И вот это не всегда приступы удушья. Затрудненное дыхание. И эти симптомы периодически человек с бронхиальной астмой, он страдает не постоянно, не круглые сутки, как больной, допустим, с бронхитом, с хроническим обструктивным заболеванием легких, у которых одышка. А больной с бронхиальной астмой, он на фоне полного благополучия, он чувствует себя здоровым человеком. И, допустим, он пришел в гости, и в гостях есть кошки, собаки, кролики, ну, какое-то животное или какой-то аллерген, раздражитель, на который этот человек реагирует. На фоне полного благополучия у человека возникает бронхоабструкция. Через 2-3 часа она абсолютно может сама пройти, даже без воздействия каких-то препаратов. И вот эти симптомы бронхиальной астмы, они не постоянные, они периодические. Поэтому многие люди, страдающие легкой бронхиальной астмой, даже не подозревают, что у них бронхиальная астма. Они считают, что у них сниженный иммунитет, поэтому они часто болеют бронхитами. И когда они попадают на консультацию к доктору, не обязательно даже к пульмонологу, а просто к хорошему терапевту, который, разобравшись в жалобах и в анамнезе заболевания... Собирает все факты? Да, да. Собирает анамнез заболевания. Понимаешь, что человек круглый год реагирует. Сегодня он здоровый, завтра он абсолютно больной и не может... То есть это не простуда, которую нужно лечить в какой-то период времени. Человек буквально за 2 часа чувствует себя хорошо. Иногда даже ночью просыпается. Эти симптомы проявляются в основном под утро. И человек всю ночь промучился, под утро задыхался, окно открывал, водичку пил, грудь растирал. На утро решил, что я все-таки пойду к доктору и расскажу доктору свои симптомы. Ну а когда раньше нужно? Все хорошо. На рентгене все хорошо. Анализ крови все хорошо. То есть легкое течение бронхиальной астмы не проявляется ни на рентгене. Эта патология бронхова вызывается бронхоспазмом. Этот бронхоспазм, пока ты его не увидишь, не услышишь, поэтому только на основании жалоб больного. Окей, я хочу пригласить, приобщить, точнее к нашему разговору наших телезрителей. Вот каким образом. 067-827-0050. Звоните, задавайте вопросы по теме. Сегодня тема астмы у нас в проекте теледоктор. Хорошо, сейчас в Украине действует программа «Доступный лик». Сколько препаратов для лечения астмы туда входит? После сюжета мы уже понимаем, что это за препараты? Да, действительно, с марта месяца стала работать уже на постоянной основе программа «Доступнее лики», по которой больные, страдающие бронхиальной астмой, должны обратиться к участковому врачу и выписать два препарата. Как я уже сказала, бронхиальная астма проявляется приступами удушья, но это повышенная чувствительность ризистой бронхов, которая проявляется приступом удушья. И больные, вот до сих пор, и основная масса больных, чем пользуются, снимают приступ удушья, потому что это больше всего их беспокоит. Но надо лечить причину этого приступа удушья, то есть надо убирать повышенную чувствительность слизистой бронхов, чтобы слизистая бронхов не реагировала таким образом на повседневные раздражители. Поэтому два препарата. Один препарат скоропомощной, который снимает приступы, и вот это и отличает бронхиальную астму от большого количества заболеваний органов дыхания. То, что вот скоропомощные препараты приносят быстрое облегчение. Быстрее всегда. Но самый главный препарат не скорой помощи, а препарат, который лечит, который убирает повышенную чувствительность слизистой бронхов. Это второй препарат противовоспалительный, который нужно выписывать каждый месяц, потому что упаковочка рассчитана ровно на месяц. А скоропомощной препарат можно выписывать один-два раза в год. Там 200 доз для снятия приступов удушья. Если больной адекватно лечится, то у него нет никаких приступов удушья. Хорошо. По поводу того, что у нас много раздражителей, особенно в нашем городе, и вообще какой самый популярный раздражитель? Ну, так нельзя сказать, какой самый популярный раздражитель. Ну, я имею в виду распространённый. Но самая распространённая – это аллергия, конечно. Всё остальное как бы уже со мной. Ну, у каждого человека индивидуально. Да, как я уже перечислила, это может быть и шерсть животных, и цветение. И аллергия, оно как снежный ком. Началось с какой-то одной чувствительности к одному, к какому-то раздражителю, допустим, аллергия на амброзию. Да. И человек много лет страдал аллергия на амброзию. А потом уже стал реагировать и на шерсть животных, потом какие-то биодобавки, красители. И при этом не лечится, соответственно. Ну, он как бы неадекватно, скажем, лечится. А иногда он может и лечиться, но всё равно вот организм начинает реагировать и на другие факторы. И тут уже любая вирусная инфекция приводит к тому, что началось с инфекции, а всё это переходит в обострение бронхиальной астмы. Если мы говорим о климате, то какой он идеальный для таких больных? Ну, тоже нельзя сказать, какой климат идеальный. Смотря на что человек реагирует. Многие люди, раньше выезжая к морю, у них приступы бронхиальной астмы абсолютно исчезали, и человек чувствовал себя здоровым. Возвращаясь в кривой рог, у него опять появляются приступы удушья. Или в горы. Ну, бывает, а многие больные говорят, я много лет ездил в Крым, и мне было хорошо, а теперь я стал ездить в Крым, и у меня там тоже приступы удушья. Ну, очевидно, или ещё появились какие-то факторы, на которые он реагировал. Или в Крыму появилась амбросия. Я понял. Но с другой стороны, как бы одни говорят, в сухом климате мне хорошо, а там, где сыра, мне плохо. А другие больные говорят, что мне наоборот, вот сыро, сухо мне, когда сухой воздух, когда высокая температура, мне плохо, когда прошёл дождь, мне становится лучше. Ну, то есть это абсолютно индивидуально. И если больные спрашивают мне, может, я куда-то перееду, но нужно сначала поехать посмотреть, будет ли тебе... А с другой стороны, нужно лечиться. И если ты переехал в другое место, поменял место жительства, и тебе там хорошо, и нет приступов, привыкания к лекарствам, которые лечат бронхиальную астму, нет. Есть симптомы, есть необходимость приёма препаратов. Нет симптомов, вы можете их убрать, и абсолютно здоровым... Понимаю, но вот когда нужно обращаться, чтобы вы посоветовали нашим телезрителям? Если человека периодически, на ровном месте, беспокоит, затруднённое дыхание, чувство сдавления в груди, свистящие хрипы, эти симптомы усиливаются под утро. И человек понимает, что это не связано ни с какой вирусной инфекцией. Ну, нужно уже задуматься, ну, почему я так вот реагирую, молодой человек, я не могу пробежаться, я задыхаюсь, мне тяжело дышать. Значит, нужно обратиться к доктору, рассказать свои симптомы, пройти обследование и выяснить, не бронхиальная ли это астма. Астма и курение связаны? Ну, прямой связи астмы и курения нет. Курение вызывает немножечко другое заболевание, оно называется хроническая обструктивная болезнь лёгких. Но человек, страдающий аллергией бронхиальной астмой, курить не должен. Потому что, ну, арена действия – это бронхи. Никотин, попадая на слизистую бронхов, препятствует действию лекарств, которые мы тоже должны вдыхать. И тогда на фоне курения лечение бронхиальной астмы значительно утяжеляется, усложняется. Может ли так случиться, что приступы астмы проходят совсем? Что она излечивается? И от чего это значит? Вылечить бронхиальную астму невозможно. Это реакция слизистой бронхов, и если она уже появилась, то слизистая бронхов так будет реагировать до конца ваших дней. И, соответственно, курс лечения тоже нет. Никаких курсов лечения нет. Так же, как гипертония, как сахарный диабет. Человек, один раз заболев сахарным диабетом, вылечить его невозможно. Он должен поддерживать уровень сахара в норме препаратами. Точно так же и бронхиальная астма. Если она возникла, единственное, что это, если в детском возрасте возникла бронхиальная астма, то в период полового созревания растёт гормональный фон в организме, а бронхиальная астма лечится гормонами, растёт гормональный фон, и, говорят, ребёнок перерос. С 16, 17, 18 лет приступы удушья могут сами собой пройти. Но это не значит, что мы вылечили бронхиальную астму. Они как прошли, так и в любое время, в любом возрасте, они могут возобновиться. Допустим, перенёс вирусную инфекцию, и появились приступы удушья. То есть какой-то раздражитель появился, какой-то толчок в организме. Это может быть и нервный фактор, это может быть стресс, это может быть любая инфекция. И бронхиальная астма опять проявила себя. У нас полминутки. Хочу спросить, где, когда, собственно, вы можете принять людей, у которых, возможно, симптомы, либо же с какими-то жалобами? Ну, такие больные должны обращаться к участковому врачу, потому что, к сожалению, в нашем городе амбулаторного приёма пульмонологов нет. Только в стационаре. Если уже попали к вам, насколько технической, с какой-то точки зрения, и с медикаментозной, готовы, собственно, работать с пациентом? Мы готовы работать со всеми больными, и те, которые к нам обращаются, мы никому не отказываем. Спасибо огромное. Напоминаю, что у нас в гостях проекта Теледоктор была заведующая пульмонологическим отделением 2-й горбольницы Наталья Анатольевна Белёва. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова